Всем привет! Я RedMed. Добро пожаловать на мой канал! Я живу в Англии уже два года. Что я здесь потеряла? Ну, я учусь в Лондоне, в Кингстон Университи. Я составила список из десяти самых интересных и забавных особенностей обитателей Лондона, и сегодня с вами ими поделюсь. Поехали! Первая особенность британцев — это, конечно же, чай. Чай питье у них — это священный ритуал, они всегда найдут время. У меня есть один профессор в университете, которого каждый раз, когда я вижу где-нибудь в холле или на уроке, он всегда с чашечкой чая. Я спросила у него, сколько чашек чая выпивает он в день, он сказал, что для него норма — это от семи до десяти чашек каждый день. Во многих кафе и ресторанах есть afternoon tea time. Это определенное время, скажем, с двенадцати до двух, когда вы можете прийти и по скидке взять себе чайник чая, который будет аккомпанироваться всякими сэндвичами и пирожниками. Вторая отличительная черта британцев — это то, что они никогда никуда не торопятся. Даже если человек опаздывает на работу или на учебу, он не будет бежать, он даже становится, когда чай попьет, честно. Ритм жизни здесь тоже такой очень размеренный, неторопливый, медленно тянущийся, ну прямо под стать погодки. Третья отличительная особенность британцев — это то, что они постоянно жалуются. Серьезно, сколько бы я ни заводила беседы с британцами, процентов 70, а то и 80 беседы, они просто жалуются. Жалуются абсолютно на все. В основном, конечно, на погоду, потому что здесь есть на что пожаловаться. Постоянная дождливость и пасмурность. Но летом, когда будет солнышко, у них очень жаркое лето, кстати, они будут жаловаться на слишком сильное солнце. Они будут жаловаться на суперсложный тест, который у них был на прошлой неделе, или на недостаточно заваренный чай, или на пережаренный тост. Найдут любую причину, но им нужно вот выговориться и пожаловаться обязательно. Четвертая отличительная особенность британцев — это то, что в разговоре они очень сильно перебарщивают с эмоциональностью там даже, где это и не нужно, в принципе. Я не знаю, как это объяснить, я приведу пример. Недавно на почте я слышала такой разговор между двумя британцами. Подошел курьер к бабушке, которая там работала, и она сказала что-то вроде... Особенно забавно, когда видишь маленьких детей, британцев, которые точно так же разговаривают, как взрослые, с такими всякими в своей речи, потому что звуки, которые они издают, вообще не подходят их маленькой оболочке. Кстати, это чересчур эмоциональная и помпезная манера речи плавно переходит в следующий интересный факт о британцах. Они очень любят в обращении к другим людям в конце добавлять ласковые словечки. Они будут называть тебя darling, они будут называть тебя sweetheart, они будут называть тебя my love, даже если они тебя первый раз в жизни видят. Довольно жизненная ситуация здесь будет, если какой-нибудь амбал такой брутальный, щетиной, подходит в супермаркете к кассиршу такой маленькой хрупенькой девочке, и она ему скажет, who can I help you, my love? И опять же, со стороны это очень забавно выглядит. Шестое отличительное чертой британцев является то, что они все очень-очень вежливые. Из конкретных примеров двери. Они всегда будут для вас держать двери. Даже если ты там за километр, и тебе еще полчаса бежать, до него он будет стоять, и терпеливо держать тебе дверь. Еще один пример дорожное движение. Машины всегда пропускают переходы, даже если у них горит зеленое, у пешехода красное, они так все остановятся, и помажут тебе ручкой, типа давай-давай, проходи. Это уже не говоря о том, как часто они говорят там sorry, excuse me или thank you. Седьмая особенность британцев, которую я нахожу очень интересной, это то, что они не смотрят на возраст. Ко всем относятся одинаково. То есть, например, даже в школах или в университетах учителя относятся к своим ученикам на равных. Здесь нормально дружить подростку с человеком в возрасте, они даже иногда могут вместе пойти куда-нибудь там в паб, например. Кстати, о пабах. Я заметила, что пабы здесь, это тоже большая-большая часть культуры. Они каждый день ходят в пабы. Я не шучу. Большинство людей, которые работают, сразу после рабочей смены в 5 часов идут в паб. В 5 часов сразу же прямо вот выходят с работы и идут в паб. Пабы на каждом шагу, поэтому я уверена, у них там по пути домой есть какой-нибудь паб. Каждый день. Каждый день идут в паб. Видимо, для них это способ релаксации и сброса стресса после работы. Девятая отличительная особенность британцев заключается в том, что они никогда не мерзнут. Я не знаю, видимо, они все очень сильно закаленные от того, что живут с раннего детства в такой вот среде, когда постоянно дожди, слякоть и, в принципе, довольно холодно. Но они настолько пробитые, что когда я хожу в пуховике и в каких-нибудь резиновых сапогах, чтобы ноги не промочить, они могут выйти в футболки, в шортах и в сланцах. Вот. Когда идет ливень, для них это не преграда. Они могут и на пробежку пойти во время ливня. Первый год я очень сильно болела, потому что я не могла привыкнуть к этому холоду, а для них они, по-моему, его даже не чувствуют. Они все время в таком летнем, в каком доходят. Макси мог на себя курточку или пальтишко накинуть. И, наконец, десятое мое личное наблюдение. Самое забавное, на мой взгляд, которое я оставила на самый конец. У британцев есть какое-то особое пристрастие к брюссельской капусте. Что скажете вы? В смысле особое пристрастие? Я вам о что скажу. Они делают шоколадки в виде брюссельской капусты. У них брюссельская капуста печатается на открытках. У них есть даже мягкие игрушки в виде брюссельской капусты. Каждый праздничный стол у них не обходится без брюссельской капусты. Знаете, я не возражаю. Я брюссельскую капусту люблю. Мне просто интересно, откуда в это пошло и почему именно брюссельская капуста. Ну вот и все. 10 интересных фактов о британской культуре. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Вы узнаете для себя что-то интересное. Пишите в комментариях, что еще о жизни в Лондоне вы бы хотели узнать. Пишите внизу в комментариях, если вы хотите, чтобы я сделала такое же видео про Америку. Особенности американцев. Могу вспомнить, ведь я все-таки жила в Америке 3 года. Не забывайте подписаться на мой канал. Я выкладываю видео каждую неделю. А на этом все. Пока!